Средина трудового дня. Работа кипит. Строители-отделочники ловко орудуют шпателями. Раствор быстро укладывается и разравнивается на поверхности. Выполнять отделку помещений приходится и на высоте. Ненапрасно строительная отрасль считается одной из самых травмоопасных. Чего говорить в случае, если, к примеру, строитель не удержался на лесах, то может получить серьезные травмы. Поэтому лучше заранее узнать, на какую поддержку в случае чрезвычайного происшествия работник имеет право. В первую очередь это лечение больного непосредственно после тяжелого случая. Это может быть стационар, операции. Далее санкур-лечение, если в этом есть необходимость. То есть лекарство, посторонний бытовой уход мы тоже оплачиваем. Оплачиваем протезы, оплачиваем технические средства реабилитации, в том числе выдаем автомобили. То есть у нас вплоть до того, что мы оплачиваем даже ГСМ пострадавшим. Также пострадавшему выплачивается единовременная выплата. Ее размер будет зависеть от размера заработной платы. Максимальный размер составляет чуть более 80 тысяч рублей. Не дай бог, если с страхованным лицом произошел смертельный случай, то семье иждивенцам с 1 января 2014 года у нас уже новшество выплачивается 1 миллион рублей. 13 лет назад социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях стало в нашей стране обязательным. Такая мера защищает интерес работников и гарантирует, что пострадавший не останется наедине со своей проблемой. При этом важно, чтобы он был официально трудоустроен, и предприятие должно платить за него взносы в фонд социального страхования. Если брать в общем по России, у нас на каждую тысячу работников в среднем приходится 3-4 случая производственного травматизма. Мы, конечно, все понимаем, что часть из них скрывается, но если брать наш филиал, у нас этот показатель намного меньше, то есть порядка у нас одного случая на тысячу человек. Кроме того, имеется тенденция снижения. В этом году травмы на производстве получили на 30 человек меньше, чем в 2013-м.